Вы неправильно слушаете современную музыку. Сейчас очень многие жалуются, что слушают современные песни и не могут разобрать, о чем поет певец. Что он мямлит, сжевывает все звуки, ничего не понятно. Вроде на русском, но непонятно, о чем он поет, какие слова произносят. Представляем картину. 60 лет назад видный политический етель заходит в картинную галерею, ожидает чего? Что на картине будет мужик с женщиной, копают картошку, складывают картошку в ведро. Или картина, например, называется «Карточная игра» европейского известного художника. Там сидят три человека, играют в карты. Вот у них такие карты. Один подглядывает, другой там что-то шулер. Понятно, вот играют в карты, как здорово. Или женщина красится. Вот свет красиво падает, женщина красиво сидит, красится. Вот есть персонаж, вот есть событие, вот есть цель этого персонажа. Все, я хочу такие картины. Говорит политический етель 60 лет назад. Заходит в картинную галерею, а там импрессионизм, экспрессионизм. Смотрит, там какие-то образы, символы, какие-то непонятные фигуры. И людей-то нет, и объектов нет. Он смотрит и говорит, что за фигня? Я пришел посмотреть, как мужик с женщиной картошку копают, а тут импрессионизм. А ну-ка все, эту ерунду убрать не умеют они рисовать, позорище. Вот вы, когда слушаете современные песни и возмущаетесь, что ничего не понятно, в принципе действуйте так же. Цель современных песен уже давно не в том, чтобы четко произнести фразы. Когда вы, например, слушаете песню, и в ней написано. Мы понимаем, девушка, несчастливая любовь, несчастная, все понятно. Но музыка поменялась, теперь цель другая. Теперь цель не произнеси четко слова. Да, это было раньше, теперь цель другая. Теперь цель песен это красиво исказить фразу. Как раньше люди рисовали примитивизм, примитивные картины. Там работники на корабле плывут в точку Б, вот они плывут. Все, это был примитивизм. Нам показывали, как просто происходит быт, происходит обычное рабочее состояние. Но потом визуальное искусство эволюционировало до уровня образов, символов, искажений. Вот так и музыка сейчас именно эволюционировала до образа искажений и символов. Вы уже не слушаете песню, где артист поет, что я пошел в ночной клуб, познакомился с девушками, потом мы стали там с ней одной женой, и мы классно живем, у нас двое детей. Сейчас все это подается в форме завуалированной, в форме образов. В форме непонятных звуков. Теперь, красота песни заключается в том, что артист должен музыкально, грамотно, круто исказить звучание русских фраз. При этом русская фраза остается. И как понимать такое искусство? Вот вам простой ответ. Главное правило, и теперь вы станете такой же крутой, как молодежь, поймете их затею, и вам прекратит современная музыка не нравиться. Готовы? Единственное правило, которое я вам сейчас скажу. Всегда слушайте песню с открытым текстом. И тогда вы вдруг поймете, что вы не должны на слух распознавать сложные слова. Тем более в жанре рэпа это все происходит быстро, сложно, непонятно. Вы открываете текст, вы видите весь текст, слушаете, и вы уже понимаете, что пойдет он вот это, но как хитро он завернул такую-то букву. Как хитро он тут приложение сживал или, наоборот, исказил, увеличил, заавтотюнил. Без разницы. Как он визуально обрамляет русский язык. Если раньше обрамляли рифмой и ритмом в стихах, то сейчас его украшают уже другим, его украшают именно искажением. Но это не ошибка, это не заблудшая молодежь. Это реальный этап эволюции. Вы можете его отрицать сколько угодно. Возможно, у людей, которые старше, это в генах, им должна не нравиться современная музыка. Но попробуйте сделать, как я сказал. Попробуйте в ближайший месяц или год слушать все эти песни, которые вам кажутся, что непонятны. Ну, вроде нормальный артист, вроде как-то музыка хорошая, ничего не понимаю, о чем он поет. С первого раза, с первого прослушивания слушайтесь текстом. И вдруг у вас все поменяется. Вы поймете, что, а, ну вот он пред поет, но здесь он как-то хитро, здесь четко подал, а здесь исказил, здесь смямлил, здесь сживал, а здесь опять же интересно, а тут такая-то рифма. А, я даже не понимал, что он поет. И вы по-другому взглянете на все свои музыкальные вкусы. Поэтому советую применить одно, это единственное правило. Отныне и навсегда вы слушаете песни только с текстом. Как это реализовать? Если, например, вы слушаете через Apple Music, там все мега удобно. Там артисты, когда загружают песни, должны приложить текст, который будет синхронизирован с песней. То есть вы просто открываете Apple Music, запускаете песню, и прямо там артист поет, там время пострелять, между нами пальба, па-па-па-па-па-па-па, даешь сердце, остаешься там, любимка. И вы этот текст прямо видите на экране, он прямо будет вот так бежать, вместе с артистом, артист поет, текст двигается. Окей, если вы не пользуетесь Apple Music, хотя это очень удобно в этом плане, именно в плане текста, то можно использовать Shazam. В нем тоже можно открыть текст, и он тоже слышит, какой момент песни играет, и в нем бежит текст. Или можно открыть, например, что у нас еще есть? У нас есть любой просто сайт с текстом. То есть вы, например, хотите послушать песню, вы ее ждали, какой-то нам новый фит, или новый биф, или новый диз, и вы перед тем, как запустить песню, просто в интернете открываете ее текст. Прямо пишете, такая-то песня, такой-то текст. Все. И смотрите. Ну, там придется пальчиком двигать по экрану, чтобы смотреть текст. Ничего сложного. Минимальное неудобство, зато вы совсем по-другому взглянете на мир музыки. Если начнете слушать современные песни с текстом. Не говоря уже про рэп. Рэп вообще не подразумевает такого, что его можно воспринимать на слух с первого раза. Вы либо должны песню 200 раз послушать, 250 раз, и понять рифмы автора, либо с первых разов открывать текст. Я тут смотрел, как у одного известного рэпера вышел целый альбом, и люди слушали все его песни первый раз в жизни. И как вы думаете, это выглядело? Слушали, притом такие, молодежь, которая любит там и выпить, и всякое, по подъездам посидеть. Молодежь слушала альбом нового рэпера. Знаете как? Они сели все за стол, сели за стол, открыли тексты, вот так, прям открыли тексты, и параллельно, в первый раз, слушая песни, вообще не знаю, о чем они, сидели и смотрели текст. И какая их была реакция? Что-то им нравилось, что-то они только сразу не понимали. Потом осиливали, что тут двойная рифма, тут дабл-райм, тут трипл-райм, тут ол-рифма, а тут скрытый смысл, а тут прикольный панч. И, конечно же, у них было совсем другое восприятие музыки. Когда вы сейчас будете слушать современную музыку и жаловаться, что ничего не понятно, скажите же уже себе, что вы превращаетесь в того самого деятеля политического, который ходил и недовольно ворчал, что нету на картине грибников и деревья, что вот должны грибники идти, гриб берут, в лукошко кладут, потому что деревья, грибы, грибники. Вот мне все должно быть понятно, вот как красиво изображено. Прекратите, с песен требовать это же. Это нелепо. Вы выглядите, как устаревшие динозавры, потому что есть искусство. И когда вы ругаетесь, что искусство не является примитивным, на самом деле примитивным являетесь вы. Ничего с этим не поделать, просто используйте текст. Примите современные изменившиеся реалии, адаптируйтесь и станьте крутым. Знаете, вы ведь можете слушать современную музыку, смотря текст, она начнет вам нравиться, вы поймете ее идею. И через 2-3 месяца ваши дети будут думать, блин, да у меня самый крутой папа или самая крутая мама. Они слушают такого-такого-то исполнителя, им прикольно. И вот все, что с вас требуется. Постараться, прекратить думать, что все должно быть перед вами вот так на блюдечке. Что вот должны бурлаки, вот корабль, вот они его тянут. Все, хорошо, понятно, все. Этому есть место, этому есть время. Но сейчас уже другой момент, другой этап развития культуры. Не только визуальной, но уже и музыкальной. Поэтому не отставайте. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok